В разных условиях им привыкать надо, играть надо в любых условиях. Как говорится, матч состоится при любой погоде. Прозвучал свисток стартовой судьи матча. Игра началась, началась игра. Потери команды «Торпедо». Наш диктор объявляет составы команд. Мы по традиции послушаем, что он сказал. Потом я вас познакомлю с футболистами, которые будут сегодня находиться на поле. Атака, первая атака со стороны наших гостей «Торпедо» Владимира. На правом фланге «Бояринцев» номер 7. Нет, теряет мяч Саталкин. Да, Саталкин сегодня в стартовом составе. Был на стрее атаки. Мяч до него не дошел. Мяч в оборонительный порядок «Торпедо». Держит мяч защитники. Передает мяч друг друга. Центральный защитник сильным ударом сдавает мяч сюда на левую половину. С мячом Смольников. Скорее всего, отдаст Чеху. Нет. Пытается обыграть. Все-таки вернул Чеху. Чех будет выбивать сильно. Мяч тормозит. Тормозит в лужах. И надо быть очень внимательным. Как защитникам, так и вратарю. Не спешат, не спешат торпедовцы из-за боковой. Из-за боковой будет бросивать игрок под номером 25 половинчук. Бросил налево туда, в угловой к углу уходит нападающий. С половинчуком отыгрывается пятком. Нет, пятки перехватывает очень хорошо. Максим Деменко обыгрывает одного, второго. И держит длинную передачу сюда на половину Владимира. Не получилось. Не успевает ничего левый полузащитник. Там у нас играет под номером сегодня 77. Под номером 77. Белоусов Сергей. Не успел. Номер 19 Евгений Осипов. Разыграли быстро в аут оборона «Жемчужины». И начинает свою атаку по правому флангу Смольников. Смольников в середину суда на Денисом. Номер 8 Константин Жуев. Потерял мяч капитан команды «Жемчужины» Деменко. И игра переместилась на половину «Жемчужины». Игра пытается по правому флангу уйти. Номер 3 Капитан команды «Максим Деменко». Хорошо играет в защите сегодня Фархад Ваши. Номер 22 Никита Заталкин. Главный тренер футбольного клуба «Жемчужина» Сочи Станислав Черчесов. Потеря мяча. Пока они привыкнут к такому полю, наверное, придется долго ждать. Перевод на правый фланг не получается. Атака, да. Там вообще в углу много воды. И мяч опять срезается с ноги Фархада Вашиева. И уходит за пределы поля. Вбрасывание сюда в штрафную штрафную не получается. Пытаются обижать футболисты «Жемчужины». Не получилось. Ну, давайте я сейчас вас познакомлю с составом играющих команд. Сегодня наши гости – футболисты команды «Торпеда» из города Владимир. Играют они сегодня в белых футболках, в белых гетрах. В воротах стоит Дмитрий Епифанов, номер 78. Линию обороны составили следующие футболисты. Номер 3 – Алексей Гермашов, номер 15 – Иван Каратыгин, номер 25 – Дмитрий Половенчук. Линия полузащиты – Сергей Шалин, номер 5. Алексей Тюргашкин, номер 19. Семен Фомин, номер 59. Номер 14 – Александр Петров, номер 88 – Илья Зинин. Номер 10 – Артем Гелькин. И вот опасная атака «Жемчужины». Может, Деменко может пробить? Нет. Передает направо на Бояринцева. Подключается Смольников. Навес. Ну, можно бить. Удар. Не получилось. Не получился удар. Уже Деменко совместился в район 11-метровый. Бил головой. Не сильно. И номер 9 – Валерий Малышев. Это единственный форвард, который выдвинут вперед. Я, как понимаю, будет угрожать центральным нападающим воротам «Жемчужины». Главный тренер команды – Евгений Дурнев. Евгений Дурнев. Команда «Жемчужина» – Сочи. Сегодня играет в своей традиционной форме. Оранжевые, оранжевые гетт, оранжевые футболки. Все оранжевое. Мы это знаем. В воротах – Марек Чех, номер 34. Слева в защите – Варфархат Васиев, номер 14. В центре два защитника – Евгений Осипов, номер 19. И Алексей Ревякин, номер 25. Смольников справа, номер 88. И в середине играет Константин Зуев, номер 8. Денис Бояринцев, номер 7. Белоусов Сергей, номер 77. Максим Деменко, номер 3, капитан команды. В середине еще Рикардо, номер 11, бразильский легионер. Ну и сегодня выдвинул нас три атака на подъеме играет Никита Саталкин. Никита Саталкин вместо Шевченко, да, Шевченко сегодня нет, вышел с первых минут Саталкин. Ну и хочу сразу сказать, что до сих пор не вылечился после трещины пальца. Пападопулос – это центральный нападающий, довольно приличный, сильный, на которого очень надеется Черчесов. Ну и с тремя голами Пападопулос пока и возглавляет список лучших бомбардиров «Жемчужины». Главный тренер команды – Станислав Черчесов. Вот в таких составах вышли команды сегодня на игру. Сейчас я познакомлю вас с судьями, которые обслуживают этот матч. Судья в поле – Вячеслав Попов из города Екатеринбург, судья региональной категории. Ему помогают Илья Минц, город Нижний Новгород, тоже региональной категории. И Станислав Титко, Каменногорск, региональной категории. А вот резервный судья сегодня у нас Александр Гончар, город Сочи, судья национальной категории. Инспектор матча Владимир Алексеевич Маньков, город Санкт-Петербург. Ну, вот эти люди будут сегодня показывать нам футбольный спектакль, который мы ожидаем увидеть, как со стороны торпедов со Владимира, ну и, конечно, со стороны «Жемчужины». Болельщики соскучились за игрой. Я хочу сразу добавить, что сегодня их не так много, как обычно. Ну, наверное, во-первых, это погода, которая не позволила собраться всем здесь на центральном стадионе, те, кто болеет за «Жемчужину». Но второе, конечно, важнейшее футбольное событие нашей страны – это матч Россия-Армения. Обычно в Сочи приезжают болельщики из окружающих поселков, Лазаревская, Адлер и так далее. Но чтобы успеть добраться к месту во время начала матча отборочной Европы, конечно, им надо ехать. Поэтому, наверное, многие остались дома послушать репортаж о «Жемчужине» по аудиотрансляции или видеотрансляции. А вот футбол Россия-Армения будут смотреть воочию и болеть, наверное, все-таки основная масса за Россию. И так, и так сыграно 11 минут на табло, счет 0-0. И нельзя сказать, что эти один… Они проходят более-менее в такой разведывательной обстановке. Команды нащупывают слабые места друг у друга. Ну, и будем смотреть, что из этого получится. Кстати, я смотрел статистику недавно, что наиболее… Около 10 побед у «Жемчужины» с крупным счетом. И вот один матч со счетом 6-1 они обыграли «Торпедосов» из Владимира. Ну, вот, наверное, это приятные воспоминания у «Жемчужины». Вот такого бы результата сегодня, наверное, думают. Ну, а «Владимир» и «Торпедовцы», наверное, думают наоборот. Они должны победить сегодня. Вот, посмотрим, как это закончится. В середине поля игра. Осипов сюда переводит на левый фланг, на Смольникова. Такой хороший перевод, диагональ. Атака не пошла. Задерживается игра. Мяч опять отыгрывается назад. Опять с мячом. Осипов сюда в центр. Не позволяют, не позволяют, не позволяют никак футболисты Владимира. Они отошли буквально все назад. Один нападающий в центральном круге. Осипов ускоряется. Передает сюда 77-му номеру Белоусову. Ушел Белоусов влево. Опасная подача? Нет. Нет, не ушел. Ушел, ушел. Мяч в аут. Мяч ушел в аут. Некому было замыкать передачу. Некому было помешать вратарю. Так что футболисты белых футболков будут подавать из-за боковой. Я не думаю, что сейчас вот сзади три защитника. Жемчужины сзади. Но два нападающих все-таки. Это номер 9. Под номером 9 играет у гостей Малышев. Малышев и 14-й номер, по-моему, до Петров не уходят. Двумя нападающими, двумя форвардами вышли торпедовцы на поле. Это говорит о том, что не особенно боятся наши гости жемчужину. Сюда передача в центр. Высокий прыжок. Игра была локтем. Судья не осмотрел нарушения правил. Передача в центр. Выскакивает вратарь и выбивает сильно мяч сюда на левый фланг. Смоль никого нет. Пропускает спокойно. Ревякин. Ревякин с мячом. Ну, я хочу сказать, что линия обороны в центре поля играет у жемчужины Осипов и Ревякин. Черчатся вернулся в прошлогодние расстановки. Но я думаю, что это получилось в связи с травмой в Ештице. Тоже тяжелая травма. И на довольно долгий срок выбыл опытный центральный защитник. Так что Ревякин опять и Осипов в центре обороны. Сыгранная пара. Надежная. Ну, об этом и говорит результат. Пока в жемчужиной пропущено всего 11 мячей. Ну, вот мало забивает команда. Мало забивает. Поэтому, если в обороне все так, я думаю, более-менее. Нападение надо прибавлять, добавлять. И играть более агрессивно. Потому что все мы знаем, что без результативных игр, голов, побед нет. А раз нет побед, нет и очков. Поэтому, я думаю, что мало кто думал, что вот этот 13-й тур, в котором встречается сильнейший удар рядом, над перекладиной ушел. Мяч очень опасно пробил полузащитник торпеды Владимира. Все абсолютно делается правильно. Мяч скользкий, в любой момент может изменить направление от защитников, от травы. И вратарю очень трудно будет отбивать этот мяч. Чех выбивает мяч. Кстати, я еще раз говорю, что мало кто думал, что 13-й тур и в матче между торпедов Владимиром и жемчужиной окажутся те команды, которые находятся рядом. Мы все знаем, что свои задачи на сезон жемчужина сразу же подчеркнула. Это выход в премьер-лигу. Ну, а торпедовцы, как говорят, все время говорили и повторяли, что им нужно закрепиться в первой лиге. И у них такая задача. Ну, вот смотрите, 13-й тур и команды. Команды находятся рядом на 10-м жемчужине Сочи. Торпеда Владимир на 11-м. Вот такая вот картина сегодня турнирной таблицы. Ну, и две вот эти неудачные, две игры, которые сыграла жемчужина на выезде в Мордовии и в набережных Челнах. Сбросила ее и вывела из лидирующей восьмерки. И теперь придется опасная атака по правому флангу. Прострел в середину. Удар! Рядом с боковой штангой прошел. Опаснейший момент. Ну, настоящая контратака, атака, которая называется классикой футбола. Проход по правому флангу, прострел, выскакивает Петров на мяч. Однако, я могу сказать, что жемчужине не повезло. Вот там еще и травму получил кто-то из защитников. Пытался перехватить, перекрыть, не дать нападающему пробить, но Петров все-таки пробил. Очень здорово на правом фланге сыграл полузащитник. Ушел от своего опекуна. Васила. И сделал очень опасный прострел в район 11-метровый. Повезло жемчужине. 17 минут. 0-0. Интересный матч. Интересный. Торпедовцы не бросаются, сломя голову вперед, ожидая ошибки. Жемчужины. Вот дождались на 17-й минуте. Петров едва ли не открыл счет. Чех будет выбивать мяч. Пытается отогнать своих партнеров ближе. А вот мячик здесь играл. Опять роковой отскок. И едва-едва не выскочил Белоусов на встречу на 1-1 с Галкикмером. Но защитники подстраховали своего партнера. Держит мяч Деменко назад. Осипов здесь. Ну вот начинают они потихоньку свою раскатку мяча. Ждут, когда кто-нибудь на фланге получит мяч. Смольников не получилось у него обыграть. Не получилось у него обыграть. Сейчас посмотрим, кого. Не получилось ему обыграть. Игра по 1-1 с 88 Зинина. И мяч у футболиста в Жемчужине. Налево сюда. На Васиева. Васиев пытается уйти. Васиев пытается уйти от защитника. Не получается. Четко в подкате выбивают мяч. Тут же не дают развернуться футболистам. Хозяевам выбивают мяч за боковую линию. Пошла контратака. Вот выводится вперед. На выход 1-1. Нет, не получается. Подстраховал центральных защитников Смольников. И выбил мяч из-под ноги. Из-под ноги. Было, по-моему, Зинин тоже уже оказался там. Ну никак. Опасно очень контратакует футболисты Владимира. Хороший перевод Деменко туда на левый фланг. На Белоусова. Нет, упустил. Упустил. Издержки техники. И мяч уходит за боковую линию. Хотя могла бы получиться очень неплохая контратака. Ну, по сравнению с последней игрой, которая играла «Жемчужина» в набережных Челнах, изменения небольшие. Вместо Шевченко вышел Саталкин. Играет сегодня. Ну и нет Гетериева. Гетериева, который вчера сыграл, по отзывам прессы, неплохо за сборную Казахстана. Мы знаем, что казахи обыграли футболистов Азербайджана. Это первые их три очка. И все 90 минут на поле провел Гетериев. Конечно, он не успел. Опять опасная атака сюда. Нет, Чех должен опять. Чех играет, исполняет амплуат центрального защитника и выбивает мяч. Сейчас вот Деменко обыграл одного под углом. Ну, можно бить. Максим, хорошая передача Бояринцева. Входит в штрафную. Пяткой сбрасывает мяч под удар. Нет. Ну, что ж так долго. Белоусов обыгрывает одного, второго. Ну, и все было создано Деменко для Бояринцева, потом для Белоусова. Не успел, не успел. Центральный защитник. Центральный защитник. Вместо выступавшего под номером 25. Ермашов выбил мяч. Замена, замена. В игру вступает игрок под номером 29. Игорь Голбан. Так, замена, кстати, Жемчужины на 20-й минуте. Что это может быть? Подача углового опасна? Нет, не дают. Не дают мяч, чтобы дошел до нападающих. Жемчужины прыгают высоко. Можно бить через себя. Еще один удар. Ну, Денис! Мимо, мимо. Прострел вместо того, чтобы пробить поворотом. И тут же выбивают мяч защитники за пределы штрафной. Будет навес. 19-й Голбан делает навес. Нет. Сюда на ворота не получается. Опять Бояринцев. Ну, можешь и пробить. Выводит сюда. Нет. Все. Перехват. Перехват четкий. И мяч летит к вратарю. Да, замена. Замена защитника на защитника. Ревякина. Ну, скорее всего, травма. Да. Когда Алексей прерывал опасную атаку. Вот. Нет. Не игры. Не игры. Опасно прерывал атаку Петрова. Видно, повредил ногу. И вышел в поле Игорь Голбан. Это тоже молодой футболист. Воспитанник сочинской жемчужины. Кстати, член сборной России молодежной. И сейчас посмотрим. Посмотрим, как сыграет он в этом матче. У него много времени для того, чтобы показать свое умение, свое мастерство. По левому флангу атакует Зинин. Думаю, будет простреливать. Да, сюда. Чех вовремя выходит. В районе 11-метровой забирает мяч. Быстро вбрасывает рукой на левый фланг. Сюда. На фланг. Нет. Не видно Рикарду. Абсолютно. Вы обратили внимание, что я ни разу не произнес эту фанатику. Фамилию, хотя центральный полузащитник, бразилец с хорошей техникой. Он должен быть на виду. Но никак нету. Рикарда не видно в поле. Держат мяч футболисты торпеда. Очень хорошо. Контролирует его. Не бегут никуда вперед. Оп. Страфной. Смольников опасно. Уходил. Уходил у него из-под контроля половинчук. Ему ничего не оставалось. Как сбить такой мелкий тактический фолл. Правда, обошелся желтой карточкой. Нет. Была желтая карточка? Нет. Не показал. По-моему, показал желтую карточку судья. Зинин. Зинин, по-моему, исполняет в команде торпедов все такие стандартные положения. Вот штрафные, угловые. И довольно удачно у него это получается. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть игроков-гостей. Штрафной. Так, прострел низом. Низом не навешивал, а пробил низом. Ну, наверное, это получилось так, потому что подскользнулся Зинин. Бояринцев на левом выбоевается на Саталкина. Нет. Саталкин и три защитника. Я думаю, что навряд ли, если полузащита не будет помогать Саталкину, навряд ли что-нибудь он сделает здесь впереди. Вне игры. Вне игры. Петров оказывается в положении вне игры. Да, неожиданная тактика с двумя форвардами. И обычно сюда, когда в Шочи приезжают, команды пытаются играть с нападающим, насыщая середину поля. Однако здесь нет. Петров и Малышев играют в двух нападающих. Не допускают за вот час. Нет, опять не Рикардо набирает ход. Белоусов на левый. Вот Рикардо с мячом. Ну, вот отличная передача на левый фланг. Вася, вдоль ворот. Нет, назад, не вперед. Назад почему-то пошла передача в район 11-метровая. Ну, может быть, к вратарю, если бы, то вратарь бы перехватывал. Сложно решать было этот момент. Вася решил, что будет лучше так. И защитники выбили мяч за пределы поля. Угловой. Угловой удар подает. Белоусов Сергей будет подавать. Один Петров в середине поля. Обойнялся мягкий навес такой. Это добыча вратаря. Да, он не берет, не рискует. Кулаком выбил мяч на Бояринцева. Бояринцев уходит. Уходит из-под контроля защитника. Ну, надо простреливать. Хороший прострел. Голбан подключался. Ну, Игорь, прекрасно. Здорово подключился. Пробил с линии штрафной. Выше ворот чуть-чуть. Ну, вот играет еще и защитник. Сразу пошел вперед. Молодой. Хочет показать свой талант. У него сегодня это должно... Ну, получается. На первых минутах очень опасный удар. Сейчас он сделал поворотом гостей. Не спешит Епифанов. Смотрит, куда выбить. Ждет, пока его партнеры оттянутся сюда-назад. В центру поля. Сильно выбивает. Выпрыгивает. Выпрыгивает Малышев. Выигрывает. Нет, не выигрывает. На Петрова. Ну, видно, хорошая эта связка такая. Малышев-Петров. Понимают друг друга. Сейчас Смольников по правому флангу. Бояринцев ждет мяч. Нет, он обыгрывает двух полузащитников. Нет. Все. Страфной. Страфной. Неправ. Неправ. Неправ Делькин. Блокировал. Блокировал Смольникова. Ну, возмущается. Судья четко определил, что это было нарушение правил. Назад Голбан. Голбан сюда на Осипова. Осипов смотрит. Передает Серега. Вот Рикардо. Рикардо с мячом. Стоило мне поговорить. Ха, прекрасная передача. Сюда налево. Ну, можно бить. Да ну что ж. Лишняя, лишняя. Лишняя подработка. И все. И мяч потерян. Это был, по-моему, Саталкин. Ну, вот. Остро сыграл. Остро очень сыграл Никита. Но чуть-чуть. Буквально доли секунды. Можно было, когда он принял мяч на грудь, сразу проявить. Было бы намного опаснее. А тут оборона разбирается. Опытная. Быстро тоже создающая ситуация. Вот опасный прострел. Четко. Четко играет Гермашов. И выбивает мяч за пределы своей штрафной. Упускают Петров за боковую. Брасывает мяч Васиев сюда. Рикардо был, извините. Вот стоило немножко покритиковать Рикардо. Как он у нас забегал. И выдал две прекрасные передачи. С мячом Деменко назад сюда Голбану. Придержал мяч. Отдал. Потерял. Потерял. Растерялся немножко. Нет. Будет. Опа. Проиграл. Проиграл. Зинин сейчас набирает скорость. Двое в эволюции Петрова. Прекрасная передача Петрова. Сильно. Сильно. Не успевает Петров к мячу. И уходит. Сейчас будет бить. Пробил. Пробил полузащитник. Попал в Осипова. И мяч ушел на угловой. Да. Травма. Здесь Голбан вместе с Голбаном столкнулся. Сейчас мы посмотрим номер игрока. Кто это. На силки, наверное, просит почему-то судья. Ну, вроде неочобенный был толчок. Но, наверное, болезненный. Болезненный. Игроки ждут. Игроки ждут. Пока. Пока футболисты поднимутся. Я пока вам еще раз напомню. Турнирные таблицы. Турнирные таблицы возглавляет на сегодняшний день команда Алани. Владикавказ, которая тоже не в это время забуксовала. Но наладила игру. Правда, не очень результативная игра. Но 1-0. Потом 0-1-0. 1-0. И потихоньку. Уверенно, пока занимает первое место в турнирной таблице. После 12 игр у них 25 очков. 25 очков. 7 побед. Подача углового. Подача с углового. Чек выходит. И забирает четко, уверенно, мяч. Сильно выбил. Сюда зачем? Куда? Потому что три защитника. Можно было подождать. И все. Потеря мяча. Мяч у белых. Мяч у белых. Уже справа играет Малышев. Сюда забрасывает. Тяжело. Все идет в такой сложной борьбе. Все. Никак нету у жемчужины легкости для того, чтобы поддержать мяч. Сейчас играть все. Все. Борьба. Борьба навязана гостями по всему полю. Как в нападении, так и в защите. Половенчук из-за боковой. Голбан перехватывает. Сыграл четко. На Рикардо. И Рикардо выбивает на Шаталкина. Нет. Того бдительно сторожат два нападающих. 15-й Каратыгин и Гермашов. И я не думаю, что Шаталкин сможет выиграть у них единоборство. Борьба. Максим Деменко упал, но сыграл с нарушением правил. Виноват был капитан Жемчужины. Фомин. Фомин уходит. Нет. Фомин. Наверное, Гермашов будет все-таки. Это Гермашов. Не спешит. Подвинул. Тянет время потихоньку. Сразу же на левый фланг. Нет. В одно касание хотел сыграть Половинчук. В такую погоду не так легко это сделать. Смольников с мячом в фланге. Рикардо просит. Нет. Не дает. Но уже надо вбрасывать. Вбрасывает мяч сюда на Шаталкина. Шаталкин к борьбе. Ну, отняли. Опять двое. А тут Шаталкин нарушает правила. Да, Шаталкин. В принципе, по идее, это его держал Гермашов руками. Но судья не усмотрел нарушение правила. Вот когда уже Шаталкин пытался отобрать мяч у соперника, здесь он усмотрел нарушение футболиста «Жемчужины». Сюда вбрасывает на Петрова. Толчок, там падение. Вполне вам мог сейчас дать за симуляцию судья «Желтую карточку». Но пожалел. Пожалел Петрова. Не стал этого делать. Обыгрывает. Таратыгин Шаталкина точно сыграл сюда вперед. Опасно. Опасно. Опасно сыграл. Смольников очень против Делькина. Делькин обыграл его, но Смольникову ничего тоже не оставалось. Как сфалить? Сфалил. А да, первый раз он не показал Смольникову «Желтую карточку» арбитр. А в этот раз, да, тот получил свой горчичник. Ну, наверное, в течение пяти минут вот эта вторая такая грубая игра, конечно, она не позволила суде оставить это без внимания. Навешивает Половинчук. Налево опять что-то, ну, так, это или небрежно, или не поняли. Рикардо отыгрался хорошо. Пытается вывести Саталкина вперед. Промажет? Нет. Здорово сыграл защитник Каратыгин. Выбил. Тут уже другой. Другой вариант. Против Белоусова. Против Белоусова грубо играет игрок под номером пять. Шалин. И тоже «Желтая карточка». «Желтая карточка». Без промедления судья наказывает защитника. Тридцать первая минута на табло. Ноль-ноль. Команды, будем говорить, обменялись опасными моментами. Вначале футболисты Владимира опасно проконтратаковали мяч рядом со штангой. Прошел мимо ворот. Ну, а потом Голбан, вышел еще на замену вместо Ревякина, с линией штрафной сильно пробил. Мяч ушел над перекладиной. Ну, вот если это можем назвать мы опасными моментами, то они были. А так, в основном, игра проходит в центре поля. И выбирает Осипов. Очень хороший удар попадает в стенку. Давно мы не видели голов Осипова со штрафных. Но надеюсь, что все-таки в этом сезоне он порадует своих болельщиков такими красивыми голами, как порадовал в 10-м туре, когда головой забил мяч команду Волгаря. Ну, и был признан, по-моему, лучшим голом тура. Вот Евгения. Епифанов с мячом вводит мяч из угла вратарской. И будет борьба. Нет, выигрывает Голбан. Хорошо выбрал мяч. И точно отыгрался с Деменко. В стыке. В стыке сейчас. Нет, не даст. Быстро бросились отталки на хотели вывести. Ну, в борьбе. В борьбе более скользкой. Тяжело играть очень, конечно. И Каратыгин с Деменко. Больно. Больно. Тут и даже сомневаться нечего, что Максиму. Но судья не думает, что это умышленная группость. А это игровая. С Модников с мячом на правом фланге. Сегодня что-то он не так часто подключается к голбан. Забрасывает мяч без адрес на суда, на защитников Владимира. И те сильным ударом выносят опять здесь. И приходится голбану вступать в борьбу с девятым номером, с Малышевым. Но он бы ее проиграл. Однако Осипов подстраховал. И выбил мяч сюда за пределы поля. Вот и на убровке появился Станислав Черчесов. По-моему, не устраивает его эти 33 минуты, которые провели его подопечные на поле. Подсказывает что-то, требует идти вперед, по-моему. Кого-то подключаться. Ну, это футболисты знают кого. В середине держат 25-й номер Половенчук. Вот отправляют назад сюда, к Гермашову. Нормально. И так уверенно держат мяч гости. Дошли до центральной линии. Страфной удар. Смольников опять. Опять. Ну, это явно такой тактический фолл. Потому что мог по левому флангу уйти Зинин. И могло быть опасно. Нет. Перехватывает голбан передачу центральной. Страфной. Страфной против Рикардо. Не дали ему развернуться. Сорвали атаку. И потихонечку возвращаются. Быстро «Жемчужина» начинает. Разыграла Деменко. Деменко Вальева. Вальев сюда в середине. Осипов. Мяч держат опять Осипов. Голбан. Голбан Осипов. Посмотрим. Посмотрим. Сейчас будет, наверное, навес. Нет. Рикардо в середине получил мяч. Не точно сыграл. Короткий пас. Перехвачен. Тут нет. Бояринцев отыграл за своего коллегу. Отнял мяч. Вот пошел Смольников по флангу, по правому. Уложил на землю. Одного. Ходит второго, третьего. Но уже не сможет пойти. Надо будет отдавать мяч. Отдает Осипов. Нет. Попросил мяч. Попросил мяч Джуев. Джуев. Налево туда. Вальево. Ну, навешивает. Хорошая передача. Да. Бояринцев мяч. Приходит на правом фланге. Ну, Денис. Вот прекрасный навес. Ну, есть. Удар. Гол. Гол. Прекрасно. Прекрасно. Деменко поймал на высшей точке мяч. И сбросил головой в нижний угол. Ну, воротаря Дегамин Ник очень скользко. Нога поехала. И он видел, куда летит мяч. Я представляю его состояние. Безысходность. Он видит. Он может его взять. Но толчковая нога уехала и не получается. Ну, вот и защитник, который проиграл воздух, стоит на коленях и, наверное, очень расстроенный. Ну, не знаю. Расстроенный, скорее всего. 1-0. 35-я минута. Максим Деменко после прекрасной передачи Дениса Бояринцева с фланга открывает счет. Уважаемые боярщики! 1-0. Кстати, Максим тоже сейчас выдвигается в лучшие бомбардиры команды. У него два голова было забитых. Сейчас стало три. Так же, как и Пападополоса. По правому флангу атакует Владимир. Здорово сыграл Петров. В середину! Опасно. Опасно выскакивает из-за спины защитников кто-то из Владимировца. Но промазывал по мячу, не попал. Если бы попал по мячу, довольно опасный был момент. Бояринцев на правом фланге забрасывает сюда на Зуева. Нет, нет, перехватывает мяч Гермашов. Мяч попадает в руку Зуеву и уходит за пределы поля. Быстро. Вот быстрее стали играть владимирцы, потому что 1-0, конечно, их не устраивает. Не устраивает этот счет. Поэтому, я думаю, сейчас они прибавят скорости в агрессии. И пойдет более такой интересный футбол. А у «Жемчужины» появится возможность контратаковать. Нет, сильный удар сюда. Успеет Смольников. Успел, выбил мяч на Бояринцева на левом фланге. И тот сюда, на Саталкина. Саталкин будет бороться, да, технично поставил спину. И мяч ушел от ноги Гермашова за пределы поля. Рикардо с мячом. Рикардо с мячом. Сюда некому вбрасывать. Поэтому оставил мяч и будет вбрасывать Бояринцев. И за боковой с Рикардо. Ну, это же не бразильская техника. Как же можно так играть? В колено и за боковую. Все, мяч потерян. Вернул Смольников. Вернул. Рикардо собрал вокруг себя троих. И делает хорошую передачу на Максима Деменко. Деменко туда налево. Хорошая передача. Можно забивать. Нет. Удар. Вот еще хорошее подключение такое. Зуева. Зуева хорошая скидка. Ну, и удар. Удар. Мимо ворот. Но, но, так, опасно. Опасно. Если такой мяч попадает в ворота, то это, может быть, закончится голом. Но не закончилось. Не закончилось. Вводит. Вводит мяч в игру. Торпедовцы. Я думаю, что сейчас, сейчас будет Епифанов все-таки ускорять. Он шевелись, кричит Петров ему. Шевелись. Значит, ждет уже мяча. Надо, надо отагироваться. Осипов четко сыграл в середине поля. В борьбе, в борьбе защитники. Уложили, Каратыгин уложил на пол Деменко. Сейчас иной быстро жемчужинцы, футболисты жемчужины быстро разыграли. Но судья решил, что мяч катился. Надо переиграть. Так играть нельзя. Рикардо хотел играть. Оставляет мяч Зуеву. Зуев, скорее всего, на Голубана, на правый фланг. Сейчас будет Игорь навешивать в район хороший. Хорошая передача. Но, извиняюсь, мяч как от стенки, от груди отскочил у Бояринцева. Не смог он укротить. А если бы это сделал, то было бы опасно. Вот сейчас в середине поля держат мяч. Оп, по ногам получил. Стоит чуть-чуть придержать мяч, как тут же идет. Фомин получил по ногам, как тут же идет срыв атаки. Срыв атаки. И хочу сказать, что не гнушаются такими грязными мелкими фолами, как одна, так и другая команда. Вот опять потеря. Ну, такая огромная масса потерь у обоих команд. Можно списать на погодные условия все-таки. Я еще раз хочу повторить, что всю ночь в городе шел дождь. Поле размокло, мягкое. И, конечно, играть в такую погоду довольно трудно. Довольно трудно. Ну, вот Жемчужина, забив гол, не меняет тактику свою. Даже, по-моему, она еще спокойнее начала играть. Пытается больше держать мяч. Не убыстряется, не ускоряется. Вот перевод с левого фланга на правый. Жуев подключает Смольникова. Смольников будет играть, скорее всего, с Бояринцевым. Бояринцев включается в середину. Сбрасывает Рикардо сюда. Ну, можно бить. Рикардо забрасывает своей левой ногой на Деменко. Не достает мяч Деменко. И, да, Максим Деменко получает желтую карточку за симуляцию. За симуляцию он упал. Ну, и, наверное, просил пенальти, будем говорить. Но вот отсюда, откуда мы ведем репортаж, такое было впечатление, что был небольшой толчок в спину. И игрок просто не мог удержаться на ногах и упал от... Может быть, нарушений правила не было, но толчок все-таки был. Ну, судья усмотрел, что это квалифицировало как симуляцию. Поэтому и Максим уже отхватил свою желтую карточку. Недоволен, недоволен, но ничего не помогло. Желтая и у Максима Деменко. Быстро человек бросает сюда на Смольникова. Смольников по правому флангу начинает свое движение. Ну, надо же убегать кого-то. Нет, никто не предлагает. Приходится возвращать назад Жуеву. Жуев, Деменко. Деменко на левый фланг подключается. Бегание Вальев делает. Хорошо обыгрывает на левом фланге полузащитную, но теряет неточную передачу. Не доходит мяч до Шаталкина. В борьбе, да, нарушает правила Голбан. На чужой половине поля, я думаю, что это оправдано. В прыжке, в высоком, подтолкнул чуть-чуть защитника. И дает возможность своим партнерам быстро вернуться на свою половину. Футболисты торпеда переводят мяч на правый фланг. Там обыграл Петров своего Визави, но продолжения не было. Тут же идет потеря опять мяча с жемчужинцев. Назад подключается по левому флангу. По левому флангу подключился 25-й номер полузащитник Половенчук. Но уже давно мяч перекинули они направо. Право и справа прострел. Вот что значит мокрый мяч и мокрое поле. Я не думаю, чтобы у Осипова мяч в обычные погодные условия мог слететь так. А тут выбил и не в поле, а на угловой. Неожиданный угловой для всех. Для всех неожиданный угловой. Подают футболисты в белом. Гости торпеда Владимир. Ну, все-таки не идут. Саталкин стоит у лицевой линии. Поэтому держит трех защитников. Ой-ой-ой, опасно. Как опасно? И не дотянулся. Не дотянулся Петров до мяча. Правда, он пробил, но не точно, не сильно. И мяч ушел за пределы поля. Чех с мячом. Чех с мячом. Ждет, ждет, пока займут, опять еще раз повторяю, партнеры в свои места. Расстал здесь все. Можно выбивать. Выбил сюда. Саталкин будет. И Деменко выпрыгнул. Переиграл он и защитника, и своего партнера. Но вместо того, чтобы саталкин находиться впереди, он играл здесь, в середине поля. Вот тактика такая у торпедовца Владимира. Обыгрывает на своем поле. Тут же складывает заброс сюда, на Петрова. Вот он играет. Обыграл один раз, второй раз Смольникова. Пробил. Пробил не сильно в нижнем углу в Чеха. Чех держал этот угол и забрал мяч без труда. Значит, оп, убежит саталкин. Опа, это штрафной. Нет, ничего, боковой не подымает, дает играть. Неожиданно, неожиданно, очень опасно. Саталкин убегал, делал подкат сзади. Сзади делал защитник. Саталкин лежит на газоне. Да. Но, но не боковой. Судья в поле посмотрел на бокового, боковой не поднял флаг. Значит, все нормально. Вот они сейчас переглядываются. Опасная была, очень опасный момент. Саталкин мог выйти один на один. И вот он дал разрешение, дал разрешение врачам выйти на поле. Случилось это на 44-й минуте первой половины. На табло у нас остается минута. Я думаю, что все-таки судья добавит, добавит несколько минут. Были остановки. Поэтому вот будет наверняка добавлена минута или две. Максим Деменко объясняет что-то галкиперу. Но это уже такие дружеские, дружеские разъяснения, которые не приведут ни к чему. Решение судьи непрекословно. Ушел саталкин за боковую линию и оказывает ему там помощь. Да, дает ему, выйдет? Нет, нет, надо погадить. Да, сбрасывают футболисты «Жемчужины» мяч и возвращают его сюда наполовину. Фэрплей, такое есть выражение в футболе. Вернули мяч сопернику, потому что он был перед нарушением правилов у них, перед травмой. Вот на левом фланге, атака идет по левому флангу, проскакивает Зинин. Но нет, четко сыграл, сыграл Зуев, подстраховал своих нападающих, защитников. И выбил сюда в середину. Чех будет, заберет мяч Чех, да. Сразу же бросает сюда Белоусову. Белоусов играет с Рикардо. И Рикардо забрасывает на саталкина. Но, вернее, не на саталкина, а в середину сюда, к линии штрафной. Саталкин почему-то убегает в правую сторону, а мяч идет в середину. Борева идет Максим Деменко. Ну, можно сюда Бояринцеву направо. Нет, через Смольникова. А Смольников сейчас, наверное, все-таки отдаст мяч Бояринцеву. Нет, разыграли. Деменко помог, держит мяч в середину. Да, Голбан, Голбан с плечом. И сюда опять к вратарю. С чего начинали, тем и закончили. Дошли до штрафной, вернули опять в войну вратарю. Зимин выбил в центре поля. Петров пытался завладеть мячом, не получилось. По левому флангу Валиев начнет атаку. Тоже с хорошим ударом защитник. С Рикардо четко сыграл. С Белоусовым. Подкатик здорово сыграл сейчас Осипов и Голбан. Наконец-то сюда направо с Бояринцева с мячом. С Смольниковым спокойно, спокойно командует капитан. Нет, да, капитан командует. Все, получил мяч Осипов. Идет, идет. Держание мяча, будем говорить. Контроль над мячом установлен. Сейчас вот уже у штрафной. Вот Рикардо опять забрасывает на Бояринцева. Бояринцева выиграет, бьет. В нижнем углу броске забирает мяч Епифанцев. Да, выскочил сейчас здорово. Здорово достал мяч Бояринцев. И пробил в нижний угол ворот. Сильный сюда удар. Петров будет прыгать. Нет, четко Голбан выиграл мяч у нападающего. Бояринцева от Бояринцева. Нет, ушел. Ушел за боковую. Все ждали. Ждали решения судей. Аут. Аут. Вбрасывает. Вбрасывает Половенчук. Но не получилось. Не достал мяч Делькин. Ну, тут же жемчужина появилась. Очень много тоже брака. Делькин на левом фланге. В борьбе. Не, ой, здорово. Опасно, опасно. Сыграл Бояринцева. Пошел в подкат. Коля Скользкая. И все-таки врезал. Вставил он на защитнику. И тут же получил желтую карточку. Половенчук. На Половенчуке заработал желтую карточку. Три желтых у жемчужины. Бояринцев, Смольников и Максим Деменко. Одна у... Это... Да. Боковой... Резервный судья Александр Гончар показал одну минуту. Одну минуту. Сейчас будет, наверное, навес длинный такой штрафную. Одна минута атаковать. Толчок нет. Выбили мяч из-за предела штрафной. Вот сейчас можно сделать контратаку. Не получается. Белоусов теряет мяч. И сразу прострел сюда опасный. Осипов выбивает головой мяч из предела. В Рикардо. Рикардо вот свою длинная такая передача. Ну, я не знаю, сюда Саталкин скидывал на Деменко. Можно было придержать тоже мяч. Последняя минута. Эта атака, может быть, и не нужна. Епифанцу сюда в штрафную. Голбан выиграл. Голбан выиграл игру. Нет. Не уйдет. Не ушел. Нет, не дал. Не дал судья в борьбе. Просто решил, что это все правильно. Тюргашкин боролся. Смольников будет водить мяч из-за боковой. Да. Вроде такая грубая, жесткая. Ну, больше оказалась она жесткой, не грубой. Без нарушения правил. Смольников назад на Голбана. Ну, и звучит свисток, который возвестел о том, что первый тайм матча «Жемчужина» Сочи и «Торпеда Владимир» завершился. Завершился со счетом 1-0 в пользу команды «Жемчужина». Гол на 41-й минуте забил. На 32-й минуте забил Максим Деменко. Отдохните минут 10-15. А потом мы продолжим наш репортаж со стадиона из Сочи. И посмотрим, что нам принесет второй тайм. Ухи. Торпеда Владимир 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 Владимир